Масленица. Масленица относится к переходящим, подвижным праздникам, связанным с Пасхой. Празднуют Масленицу на последней неделе перед Великим Постом, который длится 7 недель и заканчивается Пасхой. А название Масленица возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты еще можно употреблять. Вот и пекут блины масляные. Первоначально Масленицу назвали мясопустом, позже сырной неделей. Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом ее был Мороз. Однажды в суровые морозы человек заметил ее, прячущуюся за огромными сугробами. Он позвал ее помочь людям, развеселить их, согреть и накормить. Масленица пришла, но она оказалась не хрупкой девушкой, какой ее увидели сначала, а здоровой бабой с румяными щеками, коварным взглядом, громко хохочущей. Обычай празднования Масленицы ведет свое начало с древнейших времен – греческих и римских праздников, которые в Западной Европе превратились в карнавалы. Кроме того, обычаи Масленицы идут от обрядов славян-язычников. Празднование ее приурочивается ко дню весеннего равноденствия. Ритуалы, которые проводились в то время, были направлены на изгнание зимы и встречу весны. Поэтому сегодня Масленица стала для людей праздником проводов зимы. При Петре I масленичные потехи проводились в Москве у Красных Ворот. В 1722 году по случаю нештатского мира царь дал в первопрестольный невиданный маскарад и санное катание. Шествие открывал орликин, восседавший в санях, запряженных шестью лошадьми, украшенными бубенчиками и побрякушками. Следом на санях ехали ряженые, а в конце процессии на санках, запряженных четырьмя свиньями, сидел шут. Затем появлялась громада – 88-ми пушечный корабль, построенный по образцу корабля, спущенного на воду в 1721 году. На корабле, который везли 16 лошадей, ехал сам царь в одежде флотского капитана. Любили на Руси праздник проводов зимы, потому и праздновали широко. В народе и по сей день сохраняются поговорки «Не все коту масленица, не житье, а масленица». Это самый веселый, народный и сытный праздник, длящийся целую неделю. Если в первые три дня крестьяне еще занимались хозяйственными работами, то с четверга работать запрещалось, так как начиналась широкая масленица. Масленичная неделя состоит из двух половинок – узкой и широкой масленицы. У каждого дня масленичной недели есть свое имя и свои обычаи, как отмечать. Понедельник – встреча. На первый день масленицы русский народ справлял встречу чистой масленицы – широкой боярыни. В старину дети с утра выходили на улицу строить снежные горы. Вторник – заигрыши. На заигрыши с утра девицы и молодцы ходили в гости, покататься на горах, поесть блинов. Дети катались с гор во все дни масленицы, съезжали с гор на санях, на салазках или на обледенелых рогожах. Среда – лакомка. На лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали всех родных. Этому обычаю посвящено огромное количество пословиц, поговорок, песен, в основном шуточных анекдотов. У тещи прозятя и ступа дует – придет зять, где сметанки взять? Так что была масленица разорительным праздником для тех семей, где много дочерей. Отсюда и пошла поговорка – хоть с себя все заложи, но масленицу проводи. Четверг – разгул. С четверга недаром называющегося «широким» масленичный разгул развертывался во всю ширь. Всем миром в качестве участников или активных заинтересованных зрителей выходили на кулачные бои, возведения и взятия снежного города, на конские бега, катания по улицам. Пятница – тещины вечерки. Зятья приглашали в гости своих тещ, угощали их блинами. Суббота – заловкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе заловок. Новобрачная невестка должна была подарить заловке какой-нибудь подарок. Воскресенье – последний день масленицы. Прощенное воскресенье. В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения. Настоятель просит прощения у других клериков и прихожан. Затем и все верующие, кланяясь друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит». Блин в языческой традиции, символизирующий солнце. Именно на масленицу с глубокой древности принято нести первый блин, комом. Комы – духи, обитающие в кронах, а в традиционном варианте – комах деревьев. И это отнюдь не суеверие, где роль комов выполняют мифические птицы, а весьма практичный ритуал подношения корма прилетающим вместе с масленицей птицам, который служит улучшению экологической обстановки. Касаемо современного взгляда на блин комом, как бы не удавшийся, можно отметить только неумение готовить блины, ибо у хороших хозяев первый блин – самый пышный и сочный. В старину всем селом изготавливали чучело, как правило из соломы, причем каждый двор должен был внести свою лепту – пучок соломы или тряпье. Чучело наряжали в женскую одежду, повязывали платок. Всю неделю с чучелом возились, устраивали катание на санях с масленицей, водили вокруг нее хороводы, пели частушки, посвящали ей песни. Но кульминацией были провода зимы, с особыми обрядами, ведь по сути это было жертвоприношением. Люди сжигали масленицу, уничтожая символ зимы и ждали воскрешения его силы весной в злаках. Принято было в масленицу строить городки из снега. Народ делился на пеших и конных. Пешие занимают города, конные нападают. В результате конница все равно берет снежный город и вместе с остальными разрушают все снежные строения, уничтожая последнее проявление зимы, снег и лед. Катание с гор – одна из любимых масленичных забав. Раньше во время язычества катание рассматривалось как магическое действие с целью усилить рост волокнистых злаков, льна и конопли. Женщины старались съехать с горы как можно дальше и как можно большее количество раз, чтобы культурные растения выросли долгими, то есть длинными, говорили «идем кататься на долгий лен». Еще одна масленичная потеха, за которую нередко расплачивались здоровьем и даже жизнью, кулачные бои. Различают три вида кулачных боев – один на один, стенка на стенку, сцеплялка, свалка. Лошадок на праздник украшали бумажными цветами, ленточками, бантиками. Женщины одевали самый красивый наряд. Вообще катание на тройках на перегонки под песни и гармонь с шутками, поцелуями и объятиями – типично русское масленичное веселение, в котором не принимали участие только младенцы да старики, уже не выходившие из дому. Публику во время праздника традиционно веселили скоморохи и любимый народный герой – Петрушка. Обычно он был одет в красную рубаху, колпак на голове, плисовые штаны и щегольские сапожки. У Петрушки был длинный нос и горб, или два горба на спине. Нехитрая комедия могла бесконечно повторяться целый день, но всякий раз вызывала искренний восторг. Каждая сценка изображала схватку Петрушки с тем или иным персонажем. Схватки осуществлялись с помощью кулаков, палки или других подручных средств. Петрушка побеждал всех противников, кроме одного – смерти. В последней заключительной сценке смерть забирала Петрушку с собой. В каждом уголке земного шара люди встречают наступление весны. Эта традиция повелась еще с тех древних времен, когда были рыцари и гладиаторы. Так римляне и греки устраивали праздник в честь богини цветов Флоры. В этот день люди танцевали, пели, плясали и водили хороводы. Славяне тоже больно-то не отличались разнообразием и встречали весну по тому же сценарию – пляски, хороводы песни. Но что самое примечательное, так это то, что у всех народа во время масленицы использовался бубен. Широкая масленица, мы тобой хвалимся, на горах катаемся, блинами объедаемся.